Когда осознаешь то, что сняли почти уже все гонки, это когда мы снимаем метро против МЦК, против любого другого общественного транспорта, когда снимали гонку из аэропортов, когда на канале Тимофея снимали гонку московских центральных диаметров, и тут осознаешь, ну что же еще можно снять? И тут сижу я как-то и вижу в комментариях, человек пишет, а что если бы нам устроить гонку с автовокзалов? Всем привет! Я нахожусь около международного автовокзала Северные Ворота. Добрый друзья! За мной спиной сейчас международный автовокзал Саларева. Моей стартовой точкой является автостанция Новоясеневская. Я нахожусь на автовокзале Центральный. Путь начинается с автовокзала Красногвардейский. Я нахожусь на границе Москвы и Московской области, в уникальном месте, так как здесь находится станция метро Котельники. Мною было принято решение взять автовокзал Котельники. Мой старт находится в зале ожидания автовокзала Северные Ворота. Положение достаточно комфортное. Здесь два яруса, много посадочных мест, есть еда, есть напитки, есть всевозможные удобства для лица с ограниченными возможностями и для всех-всех-всех категорий пассажиров. Здесь есть также электронное табло, показывающее ближайшие автобусы. Недавно ушел в 12.30 автобус до Нелидова, следующий в 13.30 до Кашина. Блин, ребята, я очень благодарен Владу за то, что в этой гонке он мне предоставил такой чуловый и такой вообще классный, такую классную точку старта. Это автовокзал Саварева. Вы не представляете, как здесь балдежно. Вы посмотрите, какое здесь отличное дизайн помещения. Вообще фантастика, я считаю. Прям приятно здесь находиться. Автовокзал здорового человека. Вот примерно так у меня выглядит автостанция. По сути, тут внутреннего помещения даже нет, поэтому я стартую здесь, возле нее. Прямо сейчас с автовокзала Краснодардейский мы стартуем в сторону нашей намеченной точки. Здесь тут табло с указанием рейсов, автобусов, отправления и так далее, и номер перона. Вот такой зал ожидания. Просторный, современный. Продолжение следует... позади меня автовокзал котельники хотя автовокзалом это назвать сложно этот автовокзал по своему виду ну не свойствен москве скорее в области такие автовокзалы да чаще можно увидеть за территории москвы даже если сравнивать другие автовокзалы с которых стартуют наши участники он выглядит катастрофически большое количество ларьков грязь мусора все это конечно ужасно надеюсь что когда нибудь этим автовокзалом займется москва ну что с участниками гонки познакомились места старт тоже изучили участникам сегодня необходимо как можно быстрее добраться от своих начальных точек до гостиницы redison который располагается возле метро киевская а у нас время 13 10 самое время стартовать итак ребята время 13 10 и пора выдвигаться на киевский вокзал и так вот нам дал старт нашей гонки начинаем и так время 13 10 мы стартуем тоже 13 10 и мы начинаем ну что ж время 13 10 вперед победе сейчас я следую сторону за москворецкой линии метрополитена туда уже подсяду и в течение думаю минут 50 я буду на месте все ребята полетели и такс ребята наш маршрут относительно непрост нам нужно будет час сесть поезд на станцию метро саларево а точнее сейчас нам не нужно еще до нее дайте попробуй еще раз так мне фартануло приехал мой поезд самая главная моя задача в этой гонке приехать первым но все я нахожусь на станции тучелковская и мы ожидаем наш поезд русич идти до метро где-то минуты две с половиной три и тут надо надеяться что сразу поезд конечный поедет в центр вообще на самом деле очень правильно то что автовокзала находятся на окраине в отличие от обычных железнодорожных потому как железнодорожные пути они ни от чего не зависят и по ним поезда ездят просто так автобусы очень зависит от пробок и если их расположить центре то ну пока выйдешь из москвы тут все будет сложно вот мой поезд заходим и надо сразу зарядочку я стартовал со второго этажа спустился вниз вышел из главного единственного входа и отправляюсь на станцию метро Ховрина для которой здесь идти не так далеко нам всего лишь нужно повернуть направо обойти здание повернуть еще раз направо и здесь уже будет вестибюль отлично сели в поезд и сейчас поедем в центр так вот он первый вход станции метро Котельники центр хозяйственного обеспечения и склад забытых вещей если вдруг забыли вещь метро то можно обратиться сюда и на станцию метро выстречены а мы идем в в дыму прямиком в метрополитен на замспорецкую линию Можно быстрее добраться до точки, мы спускаемся пешком по лестнице, а не на эскаваторе. Подъезжаем к станции Юго-Западная, а это значит, что мы все ближе и ближе к центру. Судя по карте, я доберусь до Киевской за 35 минут и где-то в 13.50 буду уже недалеко от финиша. Очень надеюсь, что я доберусь быстрее остальных ребят. Я синева, все такое зеленое. Итак, мы выехали на наземный участок Арбатско-Бокровской линии, перегон Первомайско-Измайловское. Станция Партизанская. На станции Партизанская между посадочными платформами расположен открытый пункт. Отпуске взрывательной, без осторожности. Итак, я посмотрел схему пересадок на станции Парк Культуры, а точнее, где это все находится. И я понял, что с первого вагона выходить не вариант, если мы хотим двигаться четко и быстро. Завел позицию в третьем вагоне, а здесь будет самый добрый вариант для пересадки на Белорусской станции. Ну что ж, вот легендарно выкидем. Сегодня выходный день, наверное много, поэтому мы едем сидя. Так, сейчас мы смотрим схему расположений выходов на станции Метро Киевская. Вот. Ну, с Пашей сейчас думаем, что нам нужен выход номер 4, так как с него самый быстрый путь до точки финиша. Не забывайте подписываться на Пашу, у меня есть свой канал, он тоже снимает блог о транспорте. Ссылка на него, как и на всех других участников, будет в описании. На 5000 я планировал устроить розыгрыш среди подписчиков, но как-то не успеваю следить за числом подписчиков, и их уже оказывается почти 7. Поэтому в этом ролике я предлагаю вам разыграть билет на экскурсию в любое электродепо Москвы, ну или Петербурга. Если вы, конечно, не из Москвы, Петербурга, то, конечно, я готов выслать вам приз в денежном эквиваленте. Что нужно сделать? Не надо никаких 100 миллионов подписок на канал. Единственное, подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Среди подписчиков телеграм-канала мы выберем победить. Всем удачи, итоги подведем через 2 недели. Я идеально подгадал место выхода из вагона, переход на Октябрьскую. Мы выходим на Павелевскую и переходим на Кольцевую линию Московского метро. Ребята, я на парке культуры, бежим на Кольцевую линию. Итак, идем на Кольцевую линию. Нам всего пара остановок до Киевской. Главное, как можно быстрее пешком добраться до Павелевской станции, Кольцевой линии Московского метро, чтобы уже перейти сюда и закинуть, и успеть влекать хотя бы не последним. Как уехал. Какая печаль. Кольцевая линия Московского метро. Кольцевая линия Московского метро. Пересадка на Белорусской короткая, по сути мы уже на кольце. Наш поезд прибывает, и отправляемся, всего две станции. Чем можно заняться в погоде поезда метро, когда едешь слишком долго? Можно подержаться за перила, можно посидеть на стуле, можно изучить систему метро. Можно проверить состояние форточек. Молтается, открыли, закрыли, проблема решена. Можно постоять в вежвагонном пространстве, можно подзарядить телефон, можно оформить авито-достатку, а, стоп, у меня же нет рекламы на ютубе. Нет, рекламы никакой нет, можно выйти и зайти обратно. Станция Киевская, переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. На станции Киевской следуем к выходу, чтобы успеть, возможно, каким-то не последним уже участникам. поездка на поезде Русич от Челковской до Киевской. Во времени за него 25 минут. Не, ну, мы как бы на Киевской, может, в следующем ролике позвать Такера Карлосовна сняться в ролике. Ох уж эта Киевская, заставляет долго подниматься. Так, поднялись по эскалатору, потом мы вышли из метрополитена. Здесь я точно не заблужусь и, надеюсь, опережу всех. Всегда надо смотреть в обе, потому что сзади может показаться какой-то чебурек, который обязательно захочет нас обогнать. До финишной гонки осталось совсем немного пройти. Мне вот, если честно, даже интересно, первый ли я приехал или нет. Киевский вокзал, он у нас был справа, и был, как сказал Влад, финиш где-то вот в этой аллее, что ли. Финишманов не вижу. Вижу. Нет, не вижу. Наверное, точка уже прямо перед нами, за забором. Так, вот мост Богдана Холеницкого, но нам надо повернуть вон туда. И я уверен, что нас уже там и туда. Какой же... Откуда вас только? Ну, я понял, что финиш здесь. Ах ты какой! Всё-таки пришёл первый, а? Вот она, та самая гостиница, славянская. Вон Даня идёт. Ну что ж, повезло. Блин, обрадовался, короче. Тю-рум. 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 Чын-чын-чын-чын. Чын-чы ном, он распугался. Волянский зажим, яйцо. Вовремя вернулся. Как вы, а сколько вы меня ждали? Батаны! Этот парень был из тех, кто мог бы быть первым. Добро пожаловать в отель. Ты знаешь, Баря, мы условились. Тот, кто приходит последним, оплачивает нам всем номер в этом замечательном отеле. Поэтому... Ну что ж, дорогие друзья, на фоне этой прекрасной гостиницы, это не Форсизм, правда, мы сегодня завершаем этот ролик. Спасибо за участие Александру Старикову, Ярик Транспорту, Мишу Паинцу, Данилу 96 и Александру Зоткину. Подписывайтесь на канал, ребята, ссылки, как всегда, в описании. И предлагайте свои варианты, какую гонку вы бы хотели видеть в следующий раз. Вы были на канале Метру Жиз, с вами был Валерий Слав Григориан. До скорой встречи. Пока! Пока!